Empire's Apart. Недавно наткнулся на эту игрушку, она мне сразу же понравилась, потому что она выстроена по канонам эпохи Империи. И всё бы хорошо, но вот я купил её, поиграл вместе с вами на стриме на Твиче и вернул денежку за неё, потому что, ну, скучно. Очень сильно скучно. Давайте я немного поделюсь мнением о том, почему мне игра не зашла. Это не обзор, усаживайтесь поудобнее, приятного вам аппетита, хорошего настроения. Погнали! В игре несколько режимов. Сетевая игра, и это единственный режим, который не был нами проверен, но я не игрок по сети и вообще в последнее время не очень-то люблю это дело. Мультиплеер, онлайн, всё это меняем. Может быть в будущем как-нибудь, но не сейчас. Мне подавай сингл, да ещё и такой, который будет меня развлекать. Что предлагает Empire's Apart? Обучение предлагает он пройти, и я соглашаюсь, прохожу, увлекаюсь и прям балдею от того, что тут действительно всё как в эпохе Империи. Всё да не всё. Бог с ним с обучением. Действительно, увлекательный режим, который принёс что-то вот прям вот новенькое для меня, это режим испытания. Для каждой расы, а тут их шесть, византийцы, французы, китайцы, арабы, ацтеки, монголы, подготовлено шесть испытаний. Это такие маленькие ситуации, которые заставляют тебя обучаться микроконтролю в игре и в принципе в стратегиях. Вот, например, под вашим контролем два хиленьких лучника, которые пытаются справиться с более опасным, более серьёзным врагом, но не дальнобойного. Чем дальше вы проходите по испытаниям, тем серьёзнее, собственно, задания, тем они сложнее. Но, правда, порой бывают совсем абсурдные. Если вам интересно посмотреть всё, что мы опробовали, то на канале, на котором я публикую записи со стримов, будет также лежать запись и стрима этой игры. Поэтому останавливаться на испытаниях я не вижу смысла. Действительно, крутая вещь, правда, не без абсурдных моментов, как я уже сказал, не без раздражительных, но может быть, может быть. Просто я дичайший нуб, и поэтому у меня нихрена не получается, и поэтому я бешусь. Есть такая вероятность, конечно же. Ещё один режим, который мне напомнил игрушку The Abelions, тоже стратегия, правда, до неё у меня руки ещё не дошли. Режим называется выживание. Вам даётся центр города, и днём вы развиваетесь, собираете ресурсы, готовите армию, а ночью отбиваетесь от врагов, которые идут со всех сторон. Каждую ночь враги становятся сильнее, их становится больше, ну и, соответственно, усилий прилагать придётся каждую ночь всё больше и больше и больше. С одной стороны, вау, круто, динамическая смена времени суток. С другой стороны, ну какой же тупой искусственный интеллект, который направлен только на центр города, его задача только сносить центр города, и лишь в той ситуации, в которой до центра города ему не добраться, то есть его закрывают ваши строения или стены, он начинает бить эти самые стены, эти самые строения, пытаясь пройти вперёд. Ладно, можно и с этим свыкнуться, это, в принципе, условность этого режима, окей, хорошо, но как вам вот это? Ну просто дичь, я тут уж сам даже растерялся, не понял, какого чёрта происходит, почему и мои войны, и компьютерные войны бегают туда-сюда, как болвончики от одних ворот к другим. Просто нереально получать удовольствие в таких условиях. Опять же, окей, быть может, я придираюсь. Последний оставшийся режим, который предоставляет нам игра, называется «Столкновение». И тут классическая одиночная схватка против компьютера, сетевой игре, соответственно, против человека, где вы на выбранной вами карте развиваетесь и мутузите друг друга. Развитие для всех любителей эпохи империи будет очень знакомо. Тут четыре вида ресурсов, еда, дерево, золото, камень, лимит по жителям 100, 200, 300, в зависимости от тех настроек, которые вы выстроили перед началом партии, овечки, олени, лесочек. Всё, как вы любите, как я люблю. Всё очень круто. При этом у каждой нации есть свои особенности, свои герои. У Франции, к примеру, Жанна Д'Арк имеется. И эти герои имеют свои перки. Чингисхан, допустим, может просто в какой-то дикий пулемёт и стрел превращаться. А Жанна Д'Арк может вешать купол, который повышает защиту персонажей по области. В общем, многообещающая херня была, знаете. Я прямо думаю, что в эту игру только тем, кто по сети хочет порубать в нечто похожее на эпоху империи. Но со своими приколами для таких людей, да, зайдёт, мне кажется. Тем же, кому одиночку подавай, сингл, как мне, ну, ненастроена игра под сингл вообще. Искусственный интеллект, он абсолютно нечестный. Я сейчас вам всё объясню. Я дрался против среднего компьютера. И вот тут как раз у меня немного подгорело. Я выбрал тактику Раша Зерга, начал гасить его экономику. И понял, что парень-то на среднем уровне сложности может управлять одновременно всеми юнитами изданиями своими. Ему просто как будто бы не поставили этот блокиратор. И пока я выношу ему экономику на севере, он мансит жителями, он отстраивается на юге, он строит воинов, он чинит здания, строит фермы. И всё это одновременно, вы понимаете, это нереально на среднем уровне сложности. Сложность должна заключаться в другом. Ну, это мне так кажется, как минимум. Я не знаю, на лёгком что ли играть против него, чтобы он так не делал. Всего тут сложности три. Я высокий уровень даже не стал пробовать. Ну, просто потому что решил, что это какое-то дикое издевательство. Невозможно выиграть. Абсолютно невозможно. Просто потому что ты человек, у тебя две руки, два глаза. А этот дядька компьютер, и он одновременно управляет абсолютно всем. Одновременно. Одновременно, сука. Мансит строит. Ну, я вам это уже говорил. Это нереально тупо. Я бросил игру именно на этом моменте. В общем, как я уже сказал, это не обзор. Более детально вы можете ознакомиться с тем, что происходило на стриме. Собственно, на записи стрима я игру больше не рекомендую, чем рекомендую. Лучше поиграйте в эпоху империи. Там, по крайней мере, есть ещё и сюжетные какие-то задания. Плюс ещё и новых наций подвезли для тех, кому классики не хватает. И сюжет под эти новые нации настроили. В общем, всё там очень круто. Ждём четвёртую эпоху империи. Надеемся, что там таких косяков не будет. Empire's Apart жалко. Жалко. Я смотрел ролики по тебе, Empire's Apart. Я слушал других блогеров, и все они слюнями забрызгивались, кайфовали от тебя. Но чё-то как-то вот не зашло от меня. На этом я с вами прощаюсь. Скомканная такая мненица получилась. Ну, надеюсь, вы меня, в принципе, поняли. Всем добра, ребят. Приходите на стримы, чтобы быть в курсе событий первее всех. Ну, и также не забывайте, что в конце апреля пройдёт стрим-фест, на котором я буду присутствовать. Ссылку на покупку билета через мою страничку я оставлю в описании. Покупайте, приходите. Увидимся, пофоткаемся, пообщаемся. Обязательно я вам гарантирую. Всем пока, ребята. Удачи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»